Здравствуйте! На часах полдень. Расскажем, что происходит нового сейчас в регионе. В студии Олеся Кокина. Последние данные от Севгидромета на Северной Двенели доход закончился. В этом году его осложнили низкие температуры и, как следствие, малые уровни воды. Сегодня заторные явления гидрологи наблюдают на реке Пиннига в районе населенного пункта Печки. Заторы спровоцировали разливы ее притоков – рек Чуса, Чуплига в районе деревни Леунова и Тинга. До прорыва ледового капкана на реке Пиннига дальнейший рост уровня воды не ожидается. Специалисты проводят регулярный мониторинг ледовой обстановки с помощью беспилотников. В Архангельске открылась летняя навигация. 7 мая завершился период ледокольных проводок судов в морском порту Архангельск. На линии вышли пассажирские речные теплоходы. Расписание внутригородских пригородных и местных линий в навигацию 2017 будет аналогичным прошлогоднему. Уточнить подробности о работе теплоходов можно по телефону диспетчерской службы речного порта 47 48 05. И все-таки главная тема сегодня – праздничное послевкусие. День Победы Архангельск отметил масштабными торжествами. 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Архангельск встретил не самой весенней погодой. Однако северян холодом не испугать. Сотни архангелогородцев пришли на площадь мира, чтобы разделить гордость и радость Победы с ветеранами. День Победы 45-го и первый парад врезался в память каждого из них. Я День Победы отмечал два раза. 1944 год, 9 июля. Первый парад, который был в городе Минске. Ну мы, пацаны, раз-раз прорвались. И второй раз парад – это все в Минске. 24 июня 1945 года уже. Здесь же на площади мира проходит праздничный парад. Копию алого стяга Победы проносят перед 15 расчетами. В одном строю офицеры силовых структур, кадровые военные, кадеты и юнормейцы. Всего в торжественном построении задействовано свыше пяти сотен человек. В этом году впервые в параде участвуют два женских расчета – из регионального Уфсина и морского кадетского корпуса. Традиционная минута молчания напоминает – победа над фашизмом обошлась дорого. Из Архангельска на фронт призвали больше 300 тысяч человек. Каждый третий не вернулся домой. Эту победу ковали все. От мала до велика. На фронтах и в тылу. И мы победили. Победа над фашизмом несет не только светлую радость, но и чувство долга. Торжественный митинг завершился возложением цветов к вечному огню, а расчеты действующих военнослужащих в парадном шествии направились к Троицкому проспекту, где присоединились к бессмертному полку. Бессмертный полк – визитная карточка празднования Дня Победы в наши дни. Вчера в Архангельской области в его ряды встали более 40 тысяч человек, в том числе свыше 12 тысяч в столице региона. Участников шествия построили в 20 колонн. Ветераны войны, дети, опаленные войной, сотрудники МВД, Росгвардии, железнодорожники, родители с детьми. Только в Архангельском бессмертном полку есть медицинская рота. А в этом году впервые курсанты Архангельского морского института имени капитана Воронина пронесли 100 штендеров с портретами участников северных конвоев из Великобритании, США, Франции и, конечно же, России. Со мной известный Борис Евгеньевич Ясинский, который участвовал в северных конвоях. Солдаты Великой Отечественной войны, у которых не осталось родственников, не встали вчера в бессмертный полк. Но их имена все равно не будут забыты. По крайней мере, до тех пор, пока будут олеть солдатские звезды на памятниках. Зажечь их не так уж и сложно. В этом команда Архангельского телевидения убедилась на собственном опыте. Вместо микрофонов, камер и штативов – кисточки, грабли и метлы. Инструменты новые, но миссия прежняя – высветить очередную городскую проблему и показать пути ее решения. Ирина Ившина, продюсер и корреспондент Архангельского телевидения, увидев, сколько могил солдат Великой Отечественной войны на Соломбальском кладбище заброшено, в преддверии 9 мая предложила нам провести единственный выходной с пользой. Когда накануне 9 мая встал вопрос, что нужно бы отдать дань памяти, и я предложила нашим коллегам приехать на это кладбище и привести в порядок эти могилы. Я когда-то давным-давно прочитала такую фразу, я в нее очень верю, что мертвые живы только пока мы о них помним. Поэтому я думаю, что эти люди еще поживут. Бригада добровольных помощников сформировалась быстро. Из хорошо знакомых телезрителям – корреспондентов и редакторов Архангельского ТВ. Непогода нас не остановила. Приходим к кладбище и видим, что здесь мусор, который лежит, какие-то бутылки, какие-то мешки, которые можно было бы спокойно, нормально взять, убрать и вынести. Но мы этого не делаем. Почему? Давайте зададимся этим вопросом. Давайте внесем маленькую лепту хотя бы вот в такое дело. Те могилы, которые сегодня прибирали, тех ветеранов, мы абсолютно не знаем истории этих людей. Мы не знаем, кем они были в жизни, какие профессии у них были. Но мы абсолютно уверены, что они вместе с нашими дедами и прадедами воевали на фронтах Великой Отечественной. И мы сегодня, их потомки, все, что можем делать, мы стараемся это делать. Инвентарь нам подвезли из администрации Соломбальского округа и пообещали в первый же рабочий день вывезти мешки с мусором, оставшиеся после субботника. Иначе очень быстро они превратятся в новые несанкционированные свалки. Когда люди приходят, они, бывает, мусор выносят не на те места, которые для этого предназначены, всегда можно взять то, что вы собрали, с вашей могилы и вынести за пределы кладбища. Мусорные баки, они есть всегда здесь стоят. Итог субботника. Шесть обновленных памятников со вновь заолевшими на них звездами. Всего же на Соломбальском кладбище покоятся более тысячи участников боевых действий 1941-1945 годов. Одним повезло, за их могилками приглядывают родственники. Но много и таких, где звезды помяты, памятники покосились, а надгробия завалены сухостоем. Мы уверены, нет ничего проще, чем подхватить эстафету памяти. Светлана Дейнека, Вадим Федосеев, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. Рекорды, которые поставили участники массового легкоатлетического забега в Архангельске, майской эстафеты, конечно же, тоже посвящены 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Заявки на участие подали 2078 спортсменов и 212 команд. По словам организаторов, это рекорд. Первыми на старт вышли дошколята. На протяжении девяти забегов они срывали аплодисменты и голоса родителей. До верхней ступени пьедестала почета добежали малыши из детского сада номер 135 «Дюймовочка». Мы там бегали, тренировались, нагоняли друг друга. Мы сейчас стали более сплоченные, более тренированные и большое желание было. Шли к победе. Команда единая. Один за всех. И все за одного. Следом за дошколятами только уже на дистанцию в 4,5 километра ушли сборные команды представителей СУЗов и ВУЗов. Самыми массовыми получились забеги школьников. Палочку по 11 этапам передавали представители 91 команды. Лучше других с этой задачей справились фавориты девушки из 28-й школы и юноши из Архангельского государственного лицея имени Ломоносова. И это все новости к этому часу. До встречи в 16.00. Субтитры создавал DimaTorzok